Да нет, это не я над ним надругался, это он сам над собой надругался. Он зашел и сам себя унизил, устроил истерику, ругался как сапожник и после этого удалился недосказан. И с Исламом Кадыровым бы пообщался с удовольствием, и с Иудовым тоже бы пообщался, и с Кадыровым бы пообщался. У меня есть очень много вопросов к этим людям, много пожеланий, которые я хотел бы высказать, но все в рамках интеллигентного диалога, конечно же. Томса, почему на ютуб канале Чикоторга Грозный отключают комментарии, скрывают лайки, дизлайки, под их видосами не отображается число, указывающее на количество лайков и дизлайков? Они скрывают статистику, потому что статистика удурчающая, она портит настроение им, когда они видят эти дизлайки, когда они видят комментарии, которые оставляются людьми недовольные, разумеется, критические. Это портит настроение по дишаху ихнему, поэтому приходится все это отключать, чтобы глаз твой не огорчался в эфире. Слава Всевышнему, спасибо, что крушишь лицемеров и подлость, еще и шутя. Про плясунов, пивунов ты все объяснил. Допустимо ли в твоем вероисповедании писать, читать и распространять героические стихи? Да, конечно, стихи в исламе всегда это практиковалось, это приветствуется, никаких проблем нет. В исламе запрещены музыкальные инструменты, то есть если ты стихи накладываешь на музыку, то это уже получается песня. Вот это вот нельзя. Отдельно стихи можно. Даже в каком-то, вот как в форме Нашида бывает, я не знаю, знаете вы, что такое Нашид или нет, это такие почти, можно сказать, как, ну очень похоже на какие-то песни, но там нет никаких инструментов. То есть люди просто своим голосом как-то создают мотив, это по сути такие стихи. То есть все то, что не подразумевает музыкальных инструментов, какой-то мелодии, созданной музыкальными инструментами, в том числе и даже если это не какой-то конкретный инструмент, но, например, электронная музыка, это все как бы считается в исламе запретным. Ну есть, конечно, такие отдельные адепты, как, например, тот же Шамиль Аляутинов, который не признает, что музыка запрещена. Такие мнения вы тоже, конечно, встретите. Но в целом, наверное, распространенное самое мнение это запреты именно музыки, но не стихов. Стихи ради бога. Читайте, пишите, главное, чтобы стихи не несли в себе чего-то запретного, то есть писать плохие стихи в плане призывать к чему-то плохому, пропагандировать что-то плохое в форме стихов, конечно, нельзя. А если петь запрещено, почему птицы поют как-то? Это крутой вопрос. Он поставил меня в тупик. Что известно про лучника мусульманина из Норвегии, который убил сегодня пятерых? Слушайте, сегодня я увидел немного подробную информацию об этом. Оказывается, он сам датчанин, который проживал на территории Норвегии и недавно принявший ислам. И это, конечно, очень нехорошо, что такое плохое преступление, и опять оно связано с мусульманином, и тем более принявшим ислам европейцам, это очень нехорошо. Конечно, я был огорчен этой новостью. Тумсо, ты платишь налоги в бюджет в Швеции? Если да, то каким образом? Ну, мне только на днях, можно сказать, дали позитив, то есть вид на жительство в Швеции, поэтому до этого у меня не платил, и не было такой необходимости, я не обязан поплатить. Сейчас, имея вид на жительство, теперь я имею право здесь работать, соответственно, получать какой-то доход, и с этого дохода я, разумеется, должен буду платить налог Швеции. Как это все будет выглядеть, это все предстоит мне еще узнать, я пока не знаю. Тумсо, скажи, пожалуйста, кроме слов, будет что-нибудь на деле? Ведь ты говорил, когда получишь убежище, будет по-другому, встречаешься с Дугазаевым и тому подобное. Что ты имеешь в виду, будет по-другому, а что может быть по-другому? Ничего по-другому быть не может, все будет так же. А что касается Дугазаева и встречи с ним, с Дугазаевым сейчас никто не сможет здесь встретиться, потому что он попал под санкции США, умотал в Россию и боится из нее выезжать. Так что с Дугазаевым, я думаю, на территории Европы уже покончено. И встречаться с ним никакой нужды нет. Ас-саляму алейкум, Тумсо. Говорят, ты в чате над Даудовым жестко надругался. Почему ты это сделал? Да нет, это не я над ним надругался, это он сам над собой надругался. Он зашел и сам себя унизил. И устроил истерику, ругался как сапожник. И после этого удалился. Если кто не слышал весь этот отборный мат из уст Иудова, то тоже можете перейти по ссылке на мой телеграм-канал. Там есть запись этого разговора. Ну, это, в принципе, олицетворение пути Ахмата Кадырова, прям вот какой он есть. Ну что, ты согласился бы встретиться и поговорить с Исламом Кадыровым на нейтральной территории, например, Турции? Да с удовольствием, с удовольствием мы бы с ним пообщались. У нас много тем осталось с ним, недосказанных. И с Исламом Кадыровым бы пообщался с удовольствием. И с Иудовым тоже бы пообщался. И с Кадыровым бы пообщался. У меня есть очень много вопросов к этим людям. Много пожеланий, которые я хотел бы высказать. Но все в рамках интеллигентного диалога, конечно же. Высокообразованного, какими они и являются. Понятно, один академик, второй там председатель парламента, третий Ислам Кадыров. Я даже не знаю, кто ты там. По-моему, Ислам Кадыров окончил Бахачкалинский гуманитарный институт. Его филиал в Гудермесе, конечно, оканчивал. Ну, в общем, это очень такие образованные ребята. Мы бы с ними, наверное, пообщались. Было бы очень интересно. Как прокомментируешь то остервенение, с которым набросилось российское сообщество на дагестанцев в связи с последними событиями? Алейкум, ассалям. Я, честно говоря, не сильно слежу за этой темой. Я приблизительно знаю, о чем ты говоришь. Это, по-моему, в метро там трое, кажется, избили одного. О, и еще, по-моему, какое-то было происшествие, но я сейчас не помню, что это именно было. Ну, как это прокомментировать? Я не знаю. Я смотрел на этих задержанных, и, честно говоря, абсолютно их не жалко. То, что этому придается большее значение, чем должно. Там даются какие-то медали и так далее. Ну, это такие реалии российские, друзья. Что поделаешь? Когда дагестанцы на Олимпийских играх берут золотые медали, они россияне. Когда они что-то делают в метро плохое, то они сразу становятся выходцами из Кавказа и дагестанцами. И за борьбу с ними даже какие-то медали выдаются. Это, конечно, все смешно. Но оправдывать эти вещи, конечно, тоже нельзя. То, что они там делали, как они себя вели, это не подлежит оправданию. Конечно, за это нужно наказывать. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...